Бриэлла и Кайри Джексон родились недоношенными 17 октября 1995 года. Они появились на свет за 12 недель до назначенного срока. Обе девочки весили всего около 900 граммов. Врачи отделения интенсивной терапии медицинского центра в Массачусетсе, согласно действующим правилам, поместили новорожденных в отдельные инкубаторы. Отец дочерей Пол Джексон рассказывает про эти самые сложные моменты в его жизни. Врачи были с нами очень честны. Нам сказали, что в следующие двое-трое суток все может очень быстро измениться в худшую сторону. И все действительно начало меняться. Через три недели у одной из малышек начались проблемы. Ситуация была критической. Ручки и ножки Бриэллы посинели, и она начала задыхаться. Ее сердечный ритм резко увеличился, а кислород в крови начал уменьшаться. Ее семья готовилась к худшему. К тому, что малышка не выживет. Бригада врачей пыталась сделать все, чтобы стабилизировать ситуацию. Но ничего не получалось. Именно тогда медсестре Гейл Каспарян пришла в голову идея получить разрешение родителей на то, чтобы поместить Кайри в тот же инкубатор, где находилась ее сестра Бриэлла. Такая процедура вообще не использовалась в США. У родителей не было времени думать о рисках возможного заражения. Поэтому они согласились. Гейл положила Кайри в ту же кроватку, где ее сестра боролась за свою жизнь. И тут случилось чудо. Бриэлла подползла к сестре, и ее сердцебиение начало возвращаться к норме. Через несколько минут ее состояние в целом начало стабилизироваться. Когда Бриэлла начала засыпать, сестра положила левую руку ей на плечо, и температура ее тела поднялась до нормы. Это решение свести детей вместе спасло Бриэлле жизнь. После этих событий родители держали детей и дома в одной кроватке. И состояние маленькой Бриэллы продолжало улучшаться. Родители признались, что даже спустя пять лет дети все еще спали в одной кроватке. Это красивое объятие Кайри привлекло внимание не только средств массовой информации, но и повлияло на практическую медицину. Для преждевременно рожденных близнецов, тройняшек и четверняшек стали практиковать помещения всех детей в одном инкубаторе. С тех пор врачи выходили более ста пар недоношенных детей в одном инкубаторе. И ни о каком заражении, которого в теории так боялись, ни разу не сообщалось. Объятие Кайри доказало всему миру взрослых, насколько важен телесный контакт после родов. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще много интересных видео. А если у вас или у ваших знакомых есть интересные истории, то присылайте их нам. Мы обязательно расскажем про них в следующем видео. Почта указана в описании. До новых встреч!